Опекун и попечитель, в чем разница? Зачастую люди путают понятие «опекун и попечитель», в чем разница, не каждый сможет понять, ведь эти статусы очень схожи между собой. Но в них есть все же существенные отличия. Здесь будет рассказано подробно о том, чем отличается опека от попечительства, а кроме этого, какие обязанности опекуна прописаны в законе. Чтобы понять отличия этих терминов, следует обратиться к закону СГК, статьи 32 и 33. В каком случае можно получить этот статус? Совершеннолетний гражданин, проживающий в России, может взять ребенка под свой присмотр в том случае, если отсутствует один или оба родителя, или возможные усыновители по причине смерти. Биологические родители были лишены прав по определенным причинам. Мать и отец не выполняют свои обязанности, а также нарушают права или интересы своего ребенка. Обычно документы оформляют близкие родственники несовершеннолетнего, это может быть старший брат или сестра, а также бабушка или дедушка. Такой вариант может понадобиться, если родители отправляются в длительную поездку или находятся на лечении в больничном учреждении. Отличие попечительства от опеки Если перед гражданином встал вопрос, кто такой опекун, а кто такой попечитель, то в законе подробно описаны эти термины. Законный представитель ребенка сможет получать за него дополнительные выплаты от государства. Разовая выплата в текущем 2018 году составляет 17 тысяч рублей. Также можно рассчитывать и на ежемесячные пособия, а кроме этого на получение льгот. Общее понятие отличия Стоит рассказать более подробно о том, чем отличается опекун от попечителя по законодательству РФ. Для начала надо выяснить, опекун это кто, а также в каком случае он становится представителем. Такой статус назначается человеку, если ребенок является инвалидом или недееспособным, так как не достиг 14 лет. Если же опекаемый уже достиг 14 лет, но при этом его дееспособность ограничена, то государство обязано назначить попечителя. В первом случае законом устанавливаются отношения опекуна и опекаемый, а во втором случае будет подопечный и попечитель. Основные различия Если говорить о представителе, который следит за несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, то здесь гражданин имеет право распоряжаться его имуществом. Но если дело касается недвижимости или дорогой собственности, то здесь придется получить разрешение от определенных органов. Если же ребенок уже 14, то его представитель имеет меньше прав. Здесь гражданин только дает или не дает разрешение на какие-то действия подопечного. Опекунство – это по факту родительства, человек должен заменить недееспособному мать и отца. Во втором случае обязанность ее человека будет заметно меньше, но и права будут ограничены. Законодательное регулирование Определение понятий А кроме этого их различия было достаточно описано в общем, поэтому стоит рассказать больше о законах, которые регулируют этот процесс. Отличие опеки от попечительства также расписано подробно в ГКРФ. Существует законодательная база, в которой есть такие законы, как ГКРФ, начиная со стаканов 31 и заканчивая статьей 40 по ПРФ. Здесь в статье номер 117 описано все касательно здоровья двух сторон. Закон номер 48 из-за постановления номер 423. В нем прописаны все положенные выплаты, которые потребуются на содержание несовершеннолетнего СКРФ стакан. 18-20. Обязанность опекуна Здесь уже было рассмотрено, что такое опекунство, теперь стоит узнать, какие обязанности могут быть у этого представителя. Вне зависимости от того, какой возраст имеет опекаемый, гражданин обязан предоставить ему полноценный уход, в том числе обеспечить Необходимым обеспечить полноценное лечение, дать возможность получить образование, защищать интересы ребенка, нести ответ за прибыль От имущества, если такая имеется так, чтобы это не сказывалось на его материальном состоянии Когда прекращается опека и попечительство, возможны ограничения Право опекуна все же имеет некоторые ограничения, все они четко прописаны в законодательстве и человек должен их знать Представители должны помнить, что к ограничениям можно отнести запрет на использование распоряжения имуществом, которое принадлежит Несовершеннолетнему человек не имеет права совершать сделку, которая может негативно сказаться на материальном благополучии семьи Распоряжаться материальными ценностями или деньгами, принадлежащими недееспособному, представитель может только если ему это позволят Органы опеки, запрещено производить сделки, где несовершеннолетний может стать вторым лицом Важно, хотя присутствует ряд таких органический гражданин при этом обязан предоставить ребенку полноценное образование, воспитывать его И производить требуемый уход Когда опека прекращается, встречаются также случаи, когда с гражданского лица снимается данный статус Это может произойти, если несовершеннолетнему исполнилось 14 лет или же когда представитель не может больше обеспечивать ребенка по всем правилам закона Кто такой попечитель? Попечитель это кто? Задаются вопросом некоторые люди На самом деле, данные понятия сильно разнятся, ведь такой статус присваивается взрослому человеку, если ребенку уже есть 14 лет, но еще не исполнилось 18 Также доверенное лицо необходимо инвалидам или частично недееспособным людям Сюда можно отнести алкогольную и наркотическую зависимость Важно! В данном случае подопечный может сам принимать решение, а наставник только оказывает поддержку и помощь Несовершеннолетний имеет право устроиться на работу, выбрать для себя учебное заведение, а кроме этого получать стипендию за обучение Но при составлении дорогой важной сделки потребуется также письменное согласие представителя Но ограничение не распространяется на небольшие сделки бытового характера Основные задачи права и обязанности Что такое попечительство? Стоит разобраться в этом вопросе подробнее, ведь такой статус требует выполнения некоторых действий по отношению к ребенку или недееспособному человеку Главная задача наставника заключается в том, что он обязан предоставить родопечному возможность получить хорошее образование, защитить Ребенка от высягательств на его материальное состояние и здоровье, а также гражданское лицо обязано правильно воспитать несовершеннолетнего При этом подопечный имеет право совершать самостоятельно небольшие сделки, например приобретать предметы гигиены и продукты Также ребенок от 14 лет может устроиться на работу без разрешения, а затем тратить заработную плату и стипендию на собственные нужды Но для крупных сделок потребуется разрешение предоставителя в письменном виде, а сделка будет совершаться вместе с ним Попечитель может защищать гражданина юного возраста, а кроме этого лицо, которое не может адекватно расценивать определенные ситуации из-за своего состояния Человек может оформить попечительство еще и на пожилым человеком, но только по его личной инициативе, если гражданин имеет определенные ограничения по здоровью В этом случае назначается патронаж Интересно, представитель может проживать на жилой площади подопечного с 14 до 16 лет После вариант проживания уже будет выбрать ребенок, обратившись в органы опеки Обычно разрешение выдается, если несовершеннолетний поступил в колледж Важные моменты при назначении статуса Перед тем, как назначать ребенку попечителя или опекуна, служба органов опеки будет изучать человека по различным факторам, узнается Уровень грамотности, а также образование Рассматриваются личностные отношения между ребенком и взрослым Важны личностные качества Прослеживается наличие вредных привычек и зависимости, есть ли желание у гражданина иметь ребенка в семье Преимущество обычно отдается совершеннолетним братьям, сестрам, а также другим ближайшим родственникам Но в первом случае гражданское лицо полностью отвечает за опекаемого, а во втором случае лишь помогает ребенку освоиться в обществе Основная разница, кто такой попечитель ребенка, а кто такой опекун, была рассмотрена Теперь стоит узнать, каковы основные отличия у этих двух статусов Можно рассказать об этом кратко, первый случай больше похож на усыновление, а во втором варианте несовершеннолетнему просто оказывается поддержка со стороны Если ребенку нет 14 лет, то представитель обязан полностью отвечать за его расходы, а также взрослый отвечает за его собственность Когда же подопечный достиг 14 лет, он сам имеет право распоряжаться своими денежными средствами, но отвечать за это будут оба До 14 лет с ребенком обязан проживать взрослый, с 14 до 16 совместное проживание также является обязательным условием После 16 лет служба опеки может разрешить несовершеннолетнему проживать одному Если рассмотреть закон, то можно понять, что опекун имеет значительно больше прав, чем попечитель При этом и в том, и в другом случае на ребенка выплачивается определенная сумма средств Органы и опеки очлеживают, как и куда тратятся эти выплаты Субтитры создавал DimaTorzok